ЗАСТРЕВАТЬ В ТЕКСТУРАХ Недавно я умудрился заболеть Ну что, в общем-то, в наш век офисных кондиционеров не особо-то и тяжело Ну и пока я лежал с температурой дома То нашлось время пройти некоторые игры На которые у меня раньше не было времени У меня давно в планах поделиться радостью По поводу портативок, их пользу для обычного игрока Ну и во время болезни я успел пройти Зельду Брестл Зе Войлд на Вью Которую можно назвать портативкой Ну вернее, как пройти Судя по статистике, я открыл максимум половину всего доступного в игре И игра поэтому для меня слабого не заканчивается Далее я, наконец, прошел Метроид Самус Ретеранс Ну ради которой, собственно, покупал 2DS Но успел пройти кучу других тайтлов Даже написать самостоятельную игру для этой консоли Грузись, 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 грузись Она работает! И вот именно про серию Метроид я бы хотел сегодня с вами поговорить Ну про ее геймдизайн в частности Вообще, говорить про серию Метроид мне довольно тяжело Не потому, что это какая-то там сложная серия для обзора Вовсе нет А потому, что ранее про саму игру были уже отличные ролики У меня на канале вы можете найти ролики ретро-кладовки Которую вел Василий И он крайне подробно расписал про все части игры Что были доступны на тот момент Сам же Василий почему-то решил удалить свой канал Видимо, он относился к этому всему с лишней серьезностью Мало того, он не просто удалил свой канал Но ролики в том числе Но мне лично терять его творчество не хотелось Потому я один из первых перезалил их у себя на ютубе Ведь именно они окончательно заинтересовали меня в прохождении серии Метроид Потому, если вам интересно, советую сперва их посмотреть Ну вот, как и другие ролики Василия, где он отлично рассказывает про много отличных игр с точки зрения игрока Я же сегодня хотел поговорить про серию Метроид с точки зрения разработчика Ну и мы там чуть глубже окунемся в тему Вообще, игры от Nintendo принято называть проработанными, оточенными со всех сторон Мол, эти игры делаются с большой влеченностью, профессионалами с большой любовью Досконально продумывая все моменты Ну, позиция эта сложилась не на пустом месте, конечно же Если взять тот же сам первый Метроид То здесь уже было видно, что разработчики направляли и мягко обучали игрока Притом сами ломали привычные стереотипы игр того времени Ну вот, давайте самый простой пример Если начать игру и побежать вправо Ну, как делали все платформеры того времени То в какой-то момент вы просто упрете стенку, которую не сможете никак преодолеть Потыкавшись с нее Ну, вы решите, наверное, пойти обратно И найдете улучшение, которое позволяет персонажу сворачиваться в шар И таким образом вы сможете преодолеть препятствия Ну, вот этот пример как раз самым простым образом показывает одну из частей геймдизайна в играх Если судить по комментариям в интернете Многие люди считают геймдизайнера, ну, знаете, человеком, который делает там что-то визуальное для игры График там, ну и прочее Ты же дизайнер, нарисуй мне визитку и сайт На самом деле профессия дизайнера более обширная и заключается в том, чтобы умело гармонично располагать части вещей и создавать в них продукты Ну, а будет это график, интерьер, игра, это уже, ну, не сильно-то важно Игровой же дизайнер занимается тем, что проектирует элементы игры таким образом, чтобы игроку было интересно играть в игру И тут есть как проектирование игровых механик, которые будут затягивать в игровой процесс Так и более прозаичные вещи Ну, там, по счет количества урона от оружия или способов введения доната Честно, я бы геймдизайнера обозвал, знаете, как там, ну, математик-сказочник Ведь он должен уметь прозаично считать При этом придумывать сам процесс игры И мне кажется, что здесь самое сложное в этом моменте уметь абстрагироваться от своих личных пожеланий, предпочтений и навыков Ну, ведь часто игры делаются как для самой большой аудитории, так и для какой-то определенной ее части Ну, вроде там, хардкорщиков И считается, что хороший геймдизайнер может сделать как какой-нибудь там MMORPG, так и игру для Барби для девочек из детского сада Но вернемся к Метроиду Если разбирать эту игру, то можно увидеть действительно много интересных и правильных решений по геймдизайну, ну и не только При этом, если вникнуть глубже, то найдем и много неправильных вещей, что также крайне важно уметь определять в работе Интересный момент, что Метроид взял фильм Ридли Скотта Чужой и переделал его на свой лад Взял, так сказать, нашу любимую Ленку Рипли, надел на нее свой боевой костюм и отправил на неизведанную планету истреблять инопланетную фауну Простыми словами, японцы, ну, не изобретали колесо, не пытались выжить из себя что-то гениальное, придумать там А взяли Чужой и отличные наработки и чуть их переделали под себя И такой подход действительно помогает, многие так работают Помянутый ранний момент с поиском улучшения дает возможность обучить игрока не текстом, меню, которое люди откровенно не любят Но с самостоятельными действиями, что запоминается в разу лучше И в таком подходе можно разглядеть невидимую руку геймдизайнера, который направляет игрока, при этом создавая ощущение, что игрок сам до этого догадался и сам превозмог Мало того, эти мы описали в следующую игру и рамки, в которых будет все происходить Игрок будет бегать по темным мрачным лабиринтам неизведанной планеты, собирать улучшения, чтобы иметь возможность не умереть и пройти дальше Тут можно отметить одну очень важную вещь Что так как планета неизведанная, то у нас нет карты, нет миссии, а только общая задача Это все дает игроку ощущение следования, за что люди любят эту серию игр При этом, если вам тяжело без карты, то можно ее было банально купить за реальные деньги Ну, на чем разработчик мог еще и заработать Каждая следующая часть этой игры привносила что-то новое Если посмотреть уже все высшие игры, то выглядит это как постоянным процессом шлифовки первоначальной идеи Я бы даже, наверное, знаете, сказал, что Нинден на самом деле постоянно продает игрокам одну и ту же игру Чуть улучшая ее и доводя дома Сказать это можно не только про Метроид, но и про все другие тайтлы Включая там Марио, Зельду и прочие спин-оффы вроде Марио Карты и Smash Bros И тут нужно сказать двояко С одной стороны, каждая новая игра будет лучше Но также и каждая прошлая игра чем-то хуже Иногда даже очень ощутимо Ну и тут важно понимать, что некоторые механики, которые использует геймдизайнер Могут устаревать со временем Ну и многим из них требуется ремастер Который бы приводил к современным стандартам игрового качества Если брать Метроид, то идеалом шлифовки будет Супер Метроид, что вышел на SNES Многие механики доведены до ума, играть приятно Ну сюжеты боссы радуют фанатов, а новым игрокам можно без проблем влиться и ознакомиться с этой серией Это, кстати, очень важный момент При этом чуть ли не самый сложный Как дать что-то новое закрепленным фанатам, сделать так, чтобы им было интересно Но при этом и новым игрокам не усложнять игру, не заставляя их проходить в обязательном порядке первые игры серии Окровенно говоря, именно эта мысль заставила меня сделать этот ролик И я к ней очень плавно подвожу, ну и раскрою позже Ну а пока стоит отметить, что в Супер Метроид развили идею обучения игрока Игра не заставляет пройти тутор, прежде чем начать играть Она просто встает в такие ситуации, что игроку приходится думать и наблюдать за миром Чтобы решить возникшую задачу И вот в одном месте, как следует разогнавшись Супер Бустом Вы уничтожите пол под собой И упадете с очень большой высоты вниз Откуда нет никакого другого выхода, кроме как обратно вверх Но прыжком не допрыгните Излазив все вокруг, единственное, что вы заметите Это нейтральное к вам страусоподобное существо Дачора Которое без конца разгоняется, приседает, а потом прыгает вверх Это такой своеобразный намек игроку И если повторить все действия за ним То Самус, а вместе с ней и мы, откроем для себя возможность прыжка в бесконечность через ускорение И еще в одном месте будет высокий тупик, только разогнаться там негде Несмотря на это, маленькие обезьяноподобные тикуны забираются наверх Отталкиваясь от стены к стене Это тоже намек, что в игре можно отпрыгивать от стен Хотя этого и нигде не написано Но минус такого подхода также есть Если механику не использовать постоянно То ее можно просто забыть Вдобавок к тому, в игре есть еще и скрытые механики Которые можно найти, а можно оно и не найти Тут есть как плюсы радости исследования, так и минусы Ну что вы, например, игру не узнаете целиком Также в игру перепочевалась в второй части надобность убивать боссов определенными способами Если в первой части вам надо было лишь найти побольше улучшений для ракет, для энергии костюма После чего любой босс убивался элементарно То в второй части был момент, что бездумная стрельба, ну стоя на одном месте, не приносила результата Надо было включать голову и найти свой подход Там потом догадаться, преодолеть Это очень крутая фишка, хотя тут есть как и плюсы, так и минусы Об этом чуть позже А пока давайте просто из всего вышеописанного посмотрим на первую часть игры, что выходил на NES На вторую часть игры, что выходил на геймбой с крохотным монохромным экраном Ну и скажем откровенно, что играть сейчас в эти игры будет очень больно и неприятно Первую часть можно без проблем пройти часа за полтора, если знать куда бежать Но без карты это сделать будет крайне тяжело и современный игрок вряд ли пойдет на такое Вторая же часть на маленьком экране вообще мало кого заинтересует, пускай в ней есть и интересные находки Но есть и неплохие варианты для тех, кто хочет сейчас пройти все двухмерные метроиды Для первой части есть возможность с помощью эмулятора MSN Мало того, что улучшить графику с грузией в HD-пак, так еще и пойти на звуки игры, устранить дерганность анимации Ну а также получить еще одну важную вещь В меню паузы рисуется карта, которая не дает особых подсказок, но хотя бы становится понятнее, какие области мы уже посещали, а какие нет Сделано это по образу и подобию других частей игры, выходивших позднее Но что еще сделано таким же образом, это ремейк первой части для Game Boy Advance Где механики от Super Metroid добавили в первую часть игры Также добавили красивую графику, новых мини-боссов, новые эпизоды игры И в итоге я лично считаю, что Zero Mission это лучший вариант для современного игрока, который хочет ознакомиться с серией При этом игру можно запустить на многих платформах Я, например, лично проходил на PS Vita с помощью эмулятора Где еще была очень классная возможность сохраняться в любой момент Читерство? Ну, в некоторых играх можешь сэкономить нервы Хотя в случае переиздания метроида это, ну, не требуется Игра, в принципе, довольно простая Хотя есть в игре некоторые загадки, что перекочевали с первой части игры Что могут вызвать некоторые сложности Но так как игра рассчитана на простое устройство с простым же управлением Все решается тоже довольно просто Со второй части игры ситуация примерно такая же Есть две возможности поиграть в переиздания Ну, с небольшим отличием Что один из ремейков фанатский, который вышел на кучу платформ Проходить его лучше на ПК, ведь на той же PS Vita Имеется баг, который мешает пройти игру до конца В основном же это неожиданно крепкая игра В которую не жаль потратить примерно 8 часов В ней есть много контента и возможностей А некоторые загадки, построенные на спецспособностях XAMUS Реально могут напрячь и дать радость от их решения Если же говорить кратко, то игра рекомендуется в прохождении Субтитры создавал DimaTorzok Ну и не так давно вышел официальный ремейк второй части игры на 2DS, 3DS Который заставил меня не только страдать вот с этим роликом Но и во время игры Хотя ничего не предвещало такого поворота Игра представляет собой примерно тот же привычный платформер с исследованиями Как и прошлой части игры Только игра исполнена в 3D Ну хотя персонаж передвигается всего лишь в одной плоскости И камера висит сбоку Переиздание вышло на 2DS У которой помимо крестовин имеется еще и стикс Сенсорный экран, куча шифтов Ну и в итоге разработчики смогли оторваться по полной То есть тьма кнопок, тьма возможностей И ремейк здесь действительно является ремейком Тут не просто перерисовали текстуры Тут добавили также еще новые механики При этом сохранили старые особенности игры Как повествование и способ прохождения боссов В общем, если вы старый фанат То увидите знакомую игру Которая играется совершенно по-новому Я бы выделил ключевую особенность Что теперь саму сможет стрелять вообще в любую сторону С помощью стика Еще в первой части игры Она могла целиться лишь вперед и вверх Далее и далее возможность стрелять по 8 направлениям Ну а сейчас вообще есть возможность прицелиться И попасть в любую точку экрана Ну и ключевая фишка игры Это возможность парировать атаку врага Ну чего никогда не было в ранних частях серии Я бы мог дальше еще расписывать Там все прессы переиздания Какие лично там отметил Все механики и улучшения Которые рассчитаны на новых игроков Ну позволяющие бегать и уничтожать метроида Без особо проблем Но если бы не один момент С которым лично я столкнулся Вообще многие называют Metroid Samus Return Чуть ли не самым казуальным в серии Дело в том, что в привычных метроидах При исследовании часто случайным образом Находишь потоны и проходы Разбиваемые блоки При прихождении нужно прощупать каждый пиксель экрана Что одновременно сложно и не особо казуально В этой же части игры сам еще есть возможность Использовать локатор Который звуком подаст сигнал Что где-то в радиусе действия Находится неразбитый блок Плюс, если он еще есть на экране Ну он возьмет и подсветит его На действие локатора расходуется энергия Которая собирается убитых врагов Ну или подзаряжается на станциях Но использование локатора не обязательно Хотя мало кто откажется конечно от такой возможности Ну и в игре много подобных примеров казуаливания Там помогающие максимально сосредоточиться на игре И все идет хорошо Пока не приходит он Предупреждаю Что тут будет небольшой спойлер Который лично бы мне не испортил ощущение игры Но все же Спойлер не уровня того Как знать кто же главный злодей в Heavy Rain Просто упоминание того, что во второй части игры Добавили кусок сценария Которого не было в оригинале на геймбое И сделали они это так же Как Zero Mission переиздание Где также добавили дополнительный эпизод Который позволил увидеть что-то новое Старым фанатам игры Ну и так в общем я предупредил Плюс мы разбираем геймдизайнерскую часть игры Так что здесь это в принципе допустимо В какой-то момент вы встретитесь на пути робота Который копает траншеи на этой планете Первая встреча с ним оформлена в виде мини-игры Где вам надо быстро убегать от его буров Которые перемалывают породу Ну и не против перемолоть самус Момент этот исполнен непривычным Но при этом в таком стиле Когда меняется ритм геймплея Повышается градус напряжения Но при прохождении Если вы умрете Ну максимум раза три Но в итоге вы все-таки пройдете этот кусок Для еще большего упрощения Этот момент еще и разбит на несколько секций Пройдя каждую из которых Можно передохнуть Собраться с мыслями Вытереть там руки И пройти следующее И в итоге от такого исполнения Я вижу одни плюсы Но они дополнили геймплей Не сильно напрягли Увязали это все в лор игры В общем шик Особенно прикольный момент Что потом можно исследовать те лабиринты Что появились в результате бурения их роботом То есть ну Как ни крути Это приятная часть для старой игры Стоит сказать что сама игра состоит Зачистки планеты от расплодившихся метроидов То есть нам нужно найти и уничтожать Всех особей этого вида Находятся они без проблем В чем еще помогает детектор Который начинает пищать Когда мы приближаемся к этим мини-боссам Всего за игру их нужно убить Ну порядка 20-30 метроидов Ну и чтобы не сражаться постоянно С одним и тем же врагами Нам в игре еще показали Процессы их взросления Трансформации Начиная от самого мелкого И заканчивая огромной королеву метроидов Всего за игру мы увидим В районе там по-моему Шести разных видов врагов Что застает некое ощущение разнообразия Хотя признаться Когда мы обсуждали этот момент С подписчиками моей группы ВКонтакте То мнения разделились Ну некоторые люди высказывались В духе знать Что убивать очередного босса метроида Было утомительно Я бросил Ну лично же я считаю Что игре это не сделало хуже Ведь из общего ритма Это не сильно убивается Изредка все-таки что-то меняется Ну в принципе плюсов тут больше Ну и те кто бросил игру Не увидели то Что реально новое Но игру это ломает Кстати Наверное подписывайтесь на группу Чтобы иметь возможность Обсуждать такие моменты С другими подписчиками Итак В один из моментов На вас нападает робот-копатель С которым будет уже Не просто игра в кошки-мышки Но и полноценный босс-файт Субтитры создавал DimaTorzok Вот тут давайте подведем итог всему Что я говорил выше Про все игры этой серии И почему это все важно понимать Для начала игра Metroid Это исследование локаций Сам процесс состоит скорее С поиска улучшений Которые делают все следующие бои проще Со второй части игры К каждому из боссов Нужно искать там свой подход А еще не просто там стоять И расстреливать его Ну и также то Что переиздание второй части игры Довольно простое и казуальное Рассчитанное на новых игроков В том числе Но тут-то босс-робот С радостью выбьет От вас всю дурь Давайте скажу сразу Что я убивал его Порядка четырех часов Ну хотя проходится он По факту там за три-четыре минуты Игролов Который услышал от меня эту историю Лишь хмыкнул Ну что прошел его с третьего раза И босс ему понравился Ну то игролов А мы-то казуальщики Вообще если бы У нас знаете Проходил комбат-турнир В Дохе Мортал Комбата Где от земли Нужно было бы выставить Геймеров для сражений Я бы выставил игролова В качестве Лю Кенга Ну и спокойно ушел бы спать Потому что родина была бы защищена Ну а может быть Мы еще кому-то накостыляли За ее пределами То есть Так как у человека Больше двух тысяч игр В коллекции Из которых большую частью он прошел Ну а есть же еще и обычные игроки Которые играют Как я Ну изредка То есть И не проходили уж только игр И обычные игроки страдают Я принципиально не шел смотреть Чужие прохождения В момент битвы с боссом Неохота было догадаться самому Как же его пройти Я держал в голове мысль Что игра задизайна хорошо Что тут надо просто найти подход Но поиск по ютубу После прохождения Показал Что я вообще-то За четыре часа Еще довольно быстро справился Некоторые писали Что проходили этого босса месяцами Я же бился с ним первые два часа И привыкал к его паттернам поведения Ну и думал Как можно вообще в принципе Вклинить в процесс Постепенно выходило понимать В какой момент нужно перепрыгивать В каком момент залетать В какой момент стрелять Где там уворачиваться Ну и с помощью усидчивости Удалось научиться Сперва не просто умирать Ну а где-то уже Проходить этапы без ранений Находить новые И начинать все сначала Причем робот Бил довольно больно Но если после смерти возродиться То не было смысла бегать Вообще по округе Собирать какие-то поворапы Игра ясно давала понять Что все улучшения Что можно было уже собрать Собраны А всех ракет Что есть Должно хватить И задача Именно привыкнуть К поведению босса И просто пройти этот момент Ну и потому Стиснув зубы И Жофанус Игра продолжилась В какой-то момент Мне надо было Поехать в больницу Собрать результаты флюорограммы В итоге отложил консоль Взял перерыв И пошел на свежий воздух И тут меня вот осенило Вот прямо Эврика Знаете Я научился проходить босса И понял его логику Что босс также дает возможность Привыкнуть к его поведению Ну а в качестве помощи Выпускает врагов Которых можно расстрелять И из них выпадет лут Которым потом можно отожраться И подойти к последней стадии босса Уже отожранным Единственное что нельзя установить Это энергию Которую я говорил выше Что расходится на поиске секретов На экране Ну также там щит Для саму С которой я включал Чтоб меньше было получать урона Ну а также есть еще возможность Включить замедление времени Тропидом Проходится некоторая часть уровня Где нужно было Например пробежаться По разрушающимся блокам Дело в том Что при замедлении времени Скорость передвижения персонажа Остается та же А вот враги И окружение Реагирует уже медленнее Ну а я как раз Завис на моменте Где мне нужно было Уже добивать босса Просто поставив на него За один заход Три бомбы Поставить эти три бомбы У него на голове Прежде чем с работы Защитно-электричество Меня сбросят на землю Ну вот с таким мыслями Я ехал домой Вот я воодушевленно думал О том какие крутые Геймдизы у японцев Как они хитрые мелкие способности Которые могут помочь В прохождении Маскируя под другие возможности Это было что-то близко гениальности Знаете ведь Ну не стоит просто Биться головой стену Стоит чуть подумать Даже в самых сложных ситуациях Даже казуальному игроку Дает шанс пройти Довольно сложного босса И если уж так говорить Это прям переосмысление Философии Заложено еще В первой части игры И когда я приехал домой И попробовал осуществить задуманное Это меня ждал облом Даже замедлением Босс успевает ударить электричеством Прежде чем Заложатся все бомбы И в итоге боссфайт Продолжается дальше Уже ближе к третьему часу Сражения с боссом Стало понятно Что тут надо лишь Ну заучить по террам Ну и ничего кроме Опять же Подписчики в группе писали Что вот это вот Дает ощущение преодоления Но увы Честно мне показалось Это монотонным повторением Одних и тех же действий Я научился проходить Без ранения Первую фазу босса И в принципе Я получается повис Только на последней В которой помимо тайминга Со мной еще сражалось управление Если вы не держали Там 2дс То я могу сказать Что это Ну не совсем удобная консоль С ней классная игра Знаете там Визуальные новеллы В пошаговой стратегии Флатформеры Даже там Где отзывчивое управление Игра же В новый метроид Больше напоминала Игру на пианино Где используются Вообще все клавиши Ну а пальцы После игры Болели сильнее Чем раз После игры На гитаре При этом Стик Что нужен Для передвижения Порой мог Прореагировать Как-то вот Ну неверно В итоге Персонаж Вместо того Чтобы висеть на стене Срывался И убивался боссом Вообще В этом сражении Используются Почти все возможности Что вы изучили К тому моменту За одним лишь Исключением Которое Позволяет Не считать Что этот босс Это очень плохое Геймдизайнерское решение Дело в том Что игра Никак не готовит Игрока к тому Что сражение Будет настолько напряженным Все прошлые часы Игра никак не говорила Что надо учиться Там в определенном порядке Пользоваться Кучей способностей Часть всего Вы просто бегаете По уровню Вы ожидаете атаку врага И контратакуете Пробежки размерены Спокойные Есть время подождать Подумать А медленное принятие решения Никак не штрафуется Ну мы же в конце концов Следователи А не Рэмбо Прошлые боссы Метроиды Которых мы встречали Приучали Что паттерны у них Ну довольно простые Сперва могут Хоть и казаться Непонятными Но потом Никаешь Проходишь Одним-двумя Там Ну способностями То есть Тут босс-робот Выглядит Очень большой аномалией Кто-то конечно Может сказать Что знаешь Там мол Подожди Ну если же ты проходил Прошу часть игры То разве там Боссы не были Там Или же Это игра такая напряженная Боссфайт Тут вот Изюминка Если хочешь Насладиться игрой Надо просто Пройти по логике игры Только если проходить Про хронологию То это Вторая часть игры И Супер Метроид Будет следующий Ну из всех 2D метроидов Я имею ввиду В переиздании Первой части Боссы нормальные Вполне проходимые Ну и в такой логике Мы еще не научились Играть профессионально Как и те игроки У которых возвращение Самус Первая игра в серии Ну и теперь Касательно Боссфайта Самого по себе В 2011 Выходила игра DOSF Human Revolution Ну это Многими Любимый ремейк Первой части игры При этом Много добавившего В лор вселенной Сейчас Эта игра Уже признанная Классикой Мерсив И там есть возможность Проходить игру Как в стиле Рэмбо Так и по стелсу Причем игра Больше счастья Его подталкивает Как раз Именно Крысятничество Потому что Очков за убийство Дают в разы меньше Да и вообще Есть ачивка За то Что ты полностью Прошел игру Без убийств В итоге Скрытный Хакер Пацифист К середине Прохождения Будет куда Прокачаннее Чем Манья Психопат И все это Очень круто Пока не встречается Первый боссфайт Где вас Закрывают В тесной комнате С боссом Которым нужно Проломить череп У тех игроков Кто привык В процессе Прохождения С врагами Не контактировать Начал кричать Что мол А почему Так резко Меняется игра Вы ставите Нас Ну просто Непроходимые условия В защиту Разработчиков Конечно Могу сказать Что у меня Ну не было Попробовал следующее Включил максимальный уровень Сложности Заходил в комнату С боссом Практически голым Ну и пользовался Лишь тем Что лежало Уже внутри комнаты В итоге Мне получалось Забить огнетушителем Перекачанного Кивермонстра Но приходилось Также и прятаться При этом Ритм игры Ощутимо менялся С размеренного На дерганый Разработчики Признали свою ошибку Рассказали Что делали это Уже не они Сторонние разработчики На аутсорсе Но в итоге Выпустили переиздание Где они сделали Редизайн Боссфайтов Но в итоге Появилась еще Вариативность Ну и примерно Так же Как можно было В принципе В оригинальной игре Где босса Можно было Вообще убить Словом Ну и возвращаясь Боссу роботу С ним вышла Ну например Такая же ситуация Сперва босс интересный Сложный Но косяки управления Предыдущий ритм игры Вот никак не готовят К бою с ним А когда ты выучиваешь Патерны боя Следующим То ощущаешь Это уже не превозмоганием А вот знаете Скучной рутины Которая мешает Пройти по игре дальше Добавлю Что далее Конечно Будут сложные боссы Которые также Отнимут много времени Но проходятся Они понятнее Без такого опустошения Может быть Это конечно на фоне Как раз этого робота Кто знает Но мне кажется Что добавить К сложному боссу Чуть больше вариативности Уничтожения То было бы сильно лучше Ну вот Вроде той же фишки Замедлением времени Или реакции Там знаете На какие-то другие атаки Это совершенно Не очевидные действия Но если бы их нашли То это добавило бы Глубины Добавил субтитры Ну а я пока Об этом боссе Вспоминаю с ужасом Не рискнул бы Рекомендовать игру Прохождению Хотя Все остальное В ней сделано На высочайшем уровне И заставляет удовольствие Ну и в заключение Охота сказать Что эта история Хотел как раз показать Насколько сложная Профессия геймдизайнера Сколько здесь Подванных камней Мало придумать Какую-то фишку Нужно еще просчитать Как не отнесутся Разные игроки В которых разный Игровой опыт Пожелания Ну и возможности Очень тяжело Соблюдать баланс Между сложностью И рутиной Чтобы игра Оставалась интересной Долгое время При этом Но она не была Ни слишком простой Ни слишком сложной Но и скилловые Геймдизайнеры Не только создают миры Но делать процесс Вследования этих миров Интересным Но и в этой сфере Можно без зазрения Совести копировать Удачные решения Других студий Потому успешные Разработчики Черпы вдохновение И идеи отовсюду Ну вот комиксы Мультики Фильмы, игры, обычаи, традиции Все это можно И нужно Использовать в работе Но и традиционно Не стревать в текстурах И на сложных боссах Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok